Добрый вечер! 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 И что трудно входить здесь в это русло. Но все-таки нельзя пройти мимо этого вопроса, несмотря на его излишнюю востребованность, и мы приведем все-таки несколько серьезных ответов на этот вопрос. Я постараюсь искать здесь не остроумные ответы, а это, что называется, ближе к тексту. Прежде всего, хотел бы познакомить вас с мнением Шиуры Идат, Юйсифлей Блох, который был руководителем Тельской Ишивы, короткий Тель Шай сегодня. Удающийся мыслитель, действительно, очень и очень серьезный. Так вот, он утверждает, что вопрос у нас вообще лишен смысла. То есть, вместо того, чтобы отвечать на наш вопрос, он утверждает, что вопроса на самом деле нет. Иными словами, вопрос этот происходит просто от недопонимания. Потому что, говорит, Юйсифлей Блох, нам кажется, у нас такое ощущение, почему, говорит, мы не понимаем этих людей, где здесь рациональное мышление. То есть, мы ставим себя на их место и думаем, что если бы мы увидели хотя бы небольшую часть этих чудес, ну, мы уж, конечно, бы уверовали, снять за славянское выражение, мы бы уж точно поверили и не сомневались бы в способности Всевышнего покорить Землю. Ханаан и еще 23 галактики, по ходу дела. Только бы нам хотя бы краешком глаза увидеть бы несколько чудес, и мы бы точно уже все бы поняли и во все бы поверили. Поэтому мы не можем понять. Поэтому нам так трудно объяснить поведение разведчиков, которые пришли с выводом, что не смогли. Но вот такое впечатление, оно выражает только наше, на самом деле, наше бедственное состояние, нашу приниженность. Потому что нам, откуда у нас вот это впечатление, что если мы только увидим какие-нибудь иррациональные, сверхъестественные явления, мы тут же поверим. Потому что мы воспринимаем весь мир исключительно в его материальной оболочке. Все, что воспринимается нами, это только материальные объекты и явления, связанные с ними. Вот это мы воспринимаем как природу. Природу мы воспринимаем. В этой природе мы знаем, есть законы природы. В школе этому учили. И в других местах мы слышали. Есть эти законы. Все, что выходит за рамки материальной, я подчеркиваю, материальной природы, воспринимается нами уже не просто как сверхъестественное, а как проявление божественного. Отсюда и впечатление, что если бы мы только увидели бы какие-нибудь сверхъестественные явления, тут же бы поверили в Бога и тут же бы поверили бы в Его всемогущество и так далее. Более того, знаю я конкретных людей, для которых путь был именно таким. Столкнувшись со сверхъестественными явлениями, они либо поверили, либо до сих пор они ходят по этой жизни и стараются объяснить, почему, несмотря на сверхъестественные явления, которым они были сами свидетелем, они все-таки до сих пор не живут по Толе и не соблюдают заповеди Бога и так далее. То есть они чувствуют здесь в этом какое-то противоречие. На самом деле, для этого Бьюзи-Влейблога никакого противоречия нет и вообще свести никакой нет. В чем здесь дело? Дело здесь в том, что помимо законов материальной природы, помимо всего того, что укладывается в превращение массы энергии, скорости и так далее, помимо этого существуют еще явления нематериальные, называют их духовными, они нематериальны. Это не что-то такое божественное, это часть природы. Часть природы, они подчиняются своим определенным законам, только нематериальным. Мы, которые дальше носу своего не видим, и для нас природа заканчивается молекулами, и все, что с ними, с молекулами связано, и как-то шаг в сторону за молекулой уже там ничего нету для нас, естественного и природного, то для нас любое сверхъестественное явление связано с чем-то божественным. Вовсе нет. Вовсе нет. Есть масса-масса естественных природных явлений, нематериальных, которые противоречат, которые не подчиняются законам материального мира. Но это еще часть природы. Проявления божественного здесь еще нет. Вот непонимание этого, оно и приводит к тому, что человек, как я сказал, столкнувшись с чем-то таким вот сверхъестественным, с каким-то духовным явлением, чувствует большой дискомфорт от того, что он, несмотря на то, что он с ним столкнулся, он веры в Бога не получил. Или даже, может быть, где-то что-то там зародилось, но, по крайней мере, не живет по законам Божьим. Или, например, люди, которые будут с пеной у рта отрицать существование всяких духовных явлений. Все это почему? А если спросят, почему, человек такой скажет, я человек светский, в Бога не верю, поэтому... Почему поэтому? Какая связь. Как будет отрицать, не знаю, там, спиритуализм или еще что-нибудь. Почему? Потому что он человек светский и в Бога не верит. Причем здесь? Какое-то отношение имеет. Ну, есть такие явления. Или, может быть, их нет, мне не важно. Но если они даже есть, то это еще никоим образом не связано с... Так вот, поколение, о котором мы сейчас говорим, вот это надо никогда не забывать, когда мы пытаемся понять поведение людей, отстоящих от нас очень далеко. Мы ставим себя на их место, и это ошибка. Они – это не мы. Между нами пропасть. Это совершенно другие люди с другим мышлением, с другим восприятием. Одно из различий состоит в том, что для них духовные явления не были чем-то из ряда вон выходящим. Они не приходили в оцепеняющий ужас или в испепеляющий восторг от того, что сталкивались с каким-то духовным явлением, которое выходит за рамки молекул и связанных с ним законов материальных. Ну, есть, есть и что. И поэтому, что думают, как могли люди, которые видели чудеса в Египте? Ну, да, люди тогда видели только чудеса в Египте. Они видели многие другие чудеса. А эти чудеса были, да, они были более впечатляющими. Ну, хорошо. Более впечатляющими. Но люди тогда вообще жили в обстановке, в которой с духовными явлениями сталкивались. А уж в особенности в Египте. В стране, которая целиком и полностью была погружена в эту вот, в мистическую сферу. Страна, в которой рассуждали все время о душах и о жизни души после смерти тела и о самих постоянных нематериальных явлениях и так далее. Это то, что составляло жизнь человека. Поэтому сказать, что люди, как они могли после того, как они видели такие чудеса, это приблизительно сказать, как может современный человек, который в школе учил биологию, анатомию, зоологию, физику, химию, как он после этого может не верить в Бога? Мы видим, что может. Несмотря на то, что чудеса внутри, совершенно фантастическое, потрясающее, потрясающее строение материальной природы, если человек знает, и оно не наводит его на мысль о вере в Бога. Возможно это? Возможно. Это мы видим. Как это может быть? Действительно, это сложный вопрос. Но это же возможно. Мы же видим своими глазами, что есть масса людей, которые хорошо знакомы с законами природы, знакомы с ними куда лучше, чем я, и при всем при том не видят руку творца в этих самых удивительных законах материальной природы. Точно так же и люди того времени. Они с ним были знакомы не только материальный мир, но и мир духовный. И многие явления, которые нас бы поразили, их не поражали, потому что они знали, что это часть, это ничего не полезного, это часть природы, часть созданного мира. Поэтому вопрос-то наш, как они могли после того, как все это они увидели, это вопрос неуместный. Потому что точно так же, как мы можем, после всего того, что мы знаем о материальной природе, и при всем при том мы остаемся там, где мы остаемся, и доверив Бога нам очень далеко бывает, точно так же и у них это произошло. Как они при всем при всем при том, что они знали и видели, при всем при том не сумели. Это мнение Рабьёсефа Лейблоха, который утверждает, что вопрос на самом деле просто неуместен. Нет вопроса. Вопрос проистекает от недопонимания, непонимания и попытки поставить себя на место тех людей, которые очень-очень далеки от нас. С ним, конечно, не все согласны. Многие считают, что вопрос существует, вопрос серьезный. Снова речь идет о больших людях, о выдающихся. Поэтому, скажем, ряд сочинений объясняют, что несмотря на то, что эти люди видели все чудеса или жили, тогда весь еврейский народ на протяжении года, уже больше года, схода из Египта, жил в состоянии постоянного, непрекращающегося чуда. Да. Но вместе с тем, в предыдущем недельном разделе упоминается о том, как 70 старейшин, которые должны были войти в Совет старейшин, предназначенный для помощи Муше в управлении народом, как они получили пророчество, то есть контакт с Богом. Этот контакт со Всевышним, который ушел через Муше, но вместе с тем он позволяет человеку видеть и то, что скрыто от глаз обычных людей, и сокровенное, да и будущее. Ведь на том уровне, на уровне Всевышнего нет разделения на… нет времени. Соответственно, нет разделения между прошлым, настоящим и будущим, поэтому и будущее становится тоже и воспринимается. И вот двое из этих старейших Эльдад, Умейдад, которые пророчествовали в лагере, не выйдя к соборному шатру, видим, что реакция на это была очень болезненная. Эльдад, Умейдад пророчествуют в стане, даже было требование их заключить. В чем здесь дело? Говорят наши мудрецы. То, о чем они пророчествовали, содержание их пророчества было ужасающее. Муше умрет, а Иушуа будет руководить походом в землю обетования. Это не просто, как бы сегодня сказали, персональный вопрос. Вот та обстановка перманентного чуда, в которой жил еврейский народ в Синайской пустыне, она очевидно, как это получается, вот из многих глав хумаш-бамидбау, она была связана именно с главными вождями еврейского народа. Жили тогда, как в тепличных условиях. Окружал еврейский народ облака. И, как выясняется, в дальнейшем они были связаны с личностью Аарона. Вода была, хотя пустыня Синайская безводная, но многомиллионный народ выжил там благодаря тому, что был колодец, который всегда-всегда оказывался чудесным образом рядом со стоянкой еврейского народа. А он, как в дальнейшем выясняется, существовал благодаря сестре Муше Аарона Мирьям. И когда она умерла, колодец исчез. Наконец, Ман который еле был связан с Муше. Другими словами, все вот эти вот невероятные чудеса, они связывались с личностью вожди. И пророчество о том, что эти вожди уйдут, означало не просто тот факт, что сменится руководство, что вождь будет другой, что вождь будет не Муше, а другой. А это означало, что изменится способ управления миром. Только если Всевышний переведет управление еврейским народом с платформы перманентного чуда на платформу естественную, то есть управление внутри, в рамках законов природы, вот тогда Муше уйдет. Ибо он к такому управлению не имеет отношения. Значит, поняли люди, то, что называется ангага, способ управления изменится, это значит, что страну обетованную придется брать своими руками, придется брать ее силой оружия, а не теми чудесными способами, которыми еврейский народ обеспечивал свое выживание до сих пор. И если так, то, зная это, разведчики рассматривали страну канадскую под углом зрения, который исключал вообще вопрос о чудесах. Иными словами, можем ли мы на уровне обычных естественных средств, которыми будем пользоваться, можем ли мы при помощи этих естественных средств завоевать эту страну? Ответ был нет. Укрепленные города с башнями до небес, нет стенобитных машин, сильный народ, из Полины в ближнем бою тоже у нас шансов не было. Моими словами, рядом с границей живут амаликитяне, об них уже обожглись. Только благодаря чуду, которая победа над амаликитянами была достигнута, благодаря чуду, который вел Мушей со своими поднятыми руками. А без этого, без этого у нас ничего не получится. Вот почему они пришли к таким выводам. Вот такое объяснение, оно бытует, существует, оно, безусловно, имеет основания. Я хотел бы немножко идти в этом направлении, но углубить при помощи, того я всего не вспоминаю, как это объяснил мой учитель Авбиньомин и Фратий Захар Цадик Левроха. Как он ответил на этот вопрос? Он обратил внимание на известное противоречие вражь. Вот этот стих, в котором сказано «отправь по одному человеку от каждого колена самых выдающихся мужей из них», говорит, «Раш, если они здесь названы мужами, везде в писании слова мужи, как это лучше, это и в русском языке, поэтому обычно, и пользуются переводчики этим термином русского языка мужей, имеется в виду важные, это не просто люди, человеки, мужчины, мужи, это важные люди, почтенные, достойные, говорит, «Раш, отсюда вывод, что в тот момент они были еще достойными мужами». Получается, что в момент, когда мужей назначает этих людей в развитии, посылая их в разведку, они еще кошерные, достойные люди. Другой стороны. «Раш» и тот же самый «Раш», двумя страницами позже, объясняет стих, в котором сказано «Вайлху, вайэвоу», «И пошли они, и пришли», про разведчиков. Очевидный вопрос, зачем сказано «И пошли они, если уже пришли, то понятно, что раньше они пошли». Говорит «Раши», а это для того, чтобы приравнять то, как они пришли и то, как они пошли. Как они пришли, уже имея злой умысел? То есть, они уже договорились, и они уже, у них был уже заговор отговорить и убедить людей, что не стоит идти в землю обетованную. Если так, то Тора здесь приравнивает их уход к их приходу, стало быть, и когда они уходили, уже злой умысел присутствует. Ведь сам же Раши раньше сказал, что в тот момент они были достойными мужьями. И если они были достойными мужьями, то как же злой умысел? Как это может быть вместе? А что Раши противоречит сам себе? Это тоже нонсенс. прямо почти на одной странице. Очевидная вещь здесь намного глубже. Основа, она, в общем-то, та же для понимания, а именно изменение формы управления. Только дело здесь не только в том, что сказали «Ильда, Думейда», и не только в понимании того, что придется завоевывать страну своими силами, и поэтому потребовалось оценить, можно ли завоевать города без стенопитных пожертвований. Дело не в этом, не только в этом, просто глубже. Как сказал в свое время Деголь, хуже, чем военная победа, может быть, только поражение. Предположим, мы победили. Захватим мы эти города. А не укрепленные как-нибудь захватим. Ну, как Ерехон захватили дома. Есть способы в арсенале. Ерехонская труба. Захватим. Дело же не только в том, чтобы захватить, а как мы будем потом жить в этой стране. Ведь из Египта мы ушли не потому, что нас там жестоко угнетали, а мы искали себе место под солнцем, в котором сможем жить счастливой жизнью, выращивать помидоры. цель была другая. Всевышний вывел еврейский народ из Египта для того, чтобы заключить с ним союз, для того, чтобы он взвалил на себя основную задачу, связанную с целью всего творения, а именно служение Богу через законы Тор. стало быть, воплотить эти законы в жизнь, построить жизнь по этим законам, жизнь народа, не отдельного человека, а народа, в котором центральной осью будет закон Туры, вот это цель, с которой вышли из Египта, получили эти законы на Синае, а теперь осталось самое главное прийти в страну обетованную, для этого уготованную и воплотить там эти законы в жизнь. Этому периоду, вот этому вторжению в страну обетованную предшествовал период в Синайской пустыне. В Синайской пустыне жили в тепличных условиях. Все то, что отвлекает человека обычно от служения Богу в Синайской пустыне отсутствовал. Нужно ли было там работать для того, чтобы зарабатывать хлеб насущный? Нет. Хлеб насущный, видимо, на каждый день выпадал. Если человек прилично себя вел, то выпадал прямо ко входу в его шатер. Если хуже, то приходилось за ним полегать. От всех возможных соблазнов соблазнов, которые существовали тогда или которые существуют сегодня, еврейский народ был надежно защищен. Облака окружали еврейский стан со всех сторон, отделяли его от всех остальных народов мира и от всего того, что можно увидеть в пустыне или в других местах, полностью защищен. чем будут заниматься люди каждый день, когда зарабатывать на хлеб не нужно, когда забот о хлебе насущном не существует. Духовный труд, учение, понимание, постижение. Этому не мешали даже и ссоры. Ссориться было, в общем-то, не за что. Из-за чего люди ссорятся? Обычно из-за ощущения, что кто-то присваивает себе то, что я думаю принадлежит мне. В Синайской пустыне об этом практически не было разговора. Вот такие идеальные условия. И в этих идеальных условиях, конечно же, еврейский народ. Развивался, развивался и поднимался со ступеньки на ступеньку. Это были большие люди. Но они знали, что то, что они сейчас проходят, это как бы школа молодого бойца, в которых это условия, в которых они учатся навыкам жить по Торе, изучать, исполнять ее заповеди, жить ее по Торе. Но это учебные условия. И они даже не приближены к боевым. И они закончатся. Когда они выйдут из Синайской пустыни, когда они должны будут в сторону вырасти Исраэль, то они окажутся уже, они выйдут из теплицы. те самые облака их сопровождать не будут. И Мэн не будет больше выпадать. Дело не только в том, что нужно будет завоевать эту страну, да не в этом дело. А потом стране надо будет питаться. Питаться это значит нужно будет делать так, как делают все остальные люди на земле. пахать, сеять, жинать урожай, заботиться о хлебе насущном, заботиться в то же время о социальной справедливости, чтобы был мир, чтобы мы не урывали кусок друг у друга, чтобы не вцепились друг к другу в глотку. То есть с одной стороны нужно будет жить, как все остальные люди, которые живут своей материальной жизнью, а с другой стороны жить, как евреи, которые живут по Торе, а вот это как? Вот для этого они отправляются в Эрцкнан, в страну кнанскую, посмотреть и примерить там на себя, как они смогут просуществовать в этой стране, как они смогут, просто просуществовать, как они смогут реализовать в этой стране жизнь по Торе. Казалось бы, вопрос этот не так уж сложен, ведь в Талмуде сказано, что Ейцер, Ейцер Ара, дурное влечение человека, все то, что отвлекает человека от служения Богу, оно настолько сильно, что если бы не помощь, свыше человеку бы его не одолеть. Это мы хорошо знаем. Очень часто в ходе борьбы с самими собой мы ощущали, что наше влечение сильнее нас, нет у нас сил их побороть. Чувствовали часто, что знаем мы, что делаем сейчас неправильно, но нет сил, сдаемся и понесли. Но Талмуд говорит, что есть помощь свыше, это говорит Талмуд, и это снова человек по своей практике знает, что в тот момент, когда ему удается все-таки, когда он не сдается, не поднимает белый флаг, не поднимает руки, и борется, и пытается противостоять, то вдруг совершенно неожиданно это получается. А как же? Сил-то нету на самом деле. Влечение сильнее, да, совершенно верно, только есть помощь, сиятый дешмайтер, что не пытается, помощь с небес. Так если Бог поможет, значит мы сумеем. Конечно, нет никакого сомнения, сидеть в четырех стенах из облаков, питаться, манной небесной, пить воду из колодца Мирьям и изучать Тору, таким образом можно жить по Торе, вне всякого сомнения. Намного легче, чем попытаться жить по Торе в условиях обычной нормальной жизни, в которой есть работа, в которой есть забота о заработке, в которой есть столкновения между людьми, в которой есть испытания, в которой есть болезни, в которой есть Неприятности Это намного легче Намного-намного легче Быть в тепличных условиях Но можно и по-другому Если Бог поможет, то мы сможем и так С Божьей помощью можно преодолеть И сложности В жизни, как все С Божьей помощью преодолеть И не погрязнуть полностью В работе Не погрязнуть полностью В заботах о хлебе насущном С Божьей помощью устоять Перед соблазном поссориться С соседом Это можно, если Бог поможет, можно Ну так По идее Если разведчики это понимали А у нас нет оснований Предполагать, что они это не понимали Коли мы это понимаем, то они уж тем более Понимали это в 10 раз больше Чем мы и лучше, чем мы То в чем же загвоздка Загвоздка в том, что они были большие люди Вот здесь мы касаемся Общей проблемой Грехов Великих людей С одной стороны Всегда внушают, что Грехи Великих людей Нельзя же их мерить своими мерками Представлять, что они грешат Как мы Конечно нет Отсюда некоторые люди Впадают в крайности Они начинают объяснять Что грехи Если послушать их объяснение То грехи великих людей Это просто такая Заповеди Они на самом деле Вот Они великие дела Делают великие подвиги Только которые нам почему-то Кажутся Грехами А на самом деле Это Конечно не серьезный подход Речь идет о грехах Но только Любой грех нужно понимать В соответствии с тем О ком идет речь Приведу пример Я вчера Обратился к одному Очень серьезному Компетентному Равину с вопросом Он сказал Извините Но я в этом вопросе Некомпетентен Я Снородно Снимаюсь другими вопросами А вот в этом вопросе Я некомпетентен Что это значит Что он некомпетентен В этом вопросе Как я некомпетентен Что как у меня Не хватает понимания Этого вопроса Так и у него тоже Конечно нет Он По его При его знании При тех требованиях Которые он подъявляет К себе И при том объеме И глубине знаний Которые у него есть По вопросам Которыми он занимается Профессионально Вот Таких Знаний По вопросу Которые я задал У него нет Поэтому он не хотел Отвечать на этот вопрос Поскольку он бы Побаивался Что он даст Непрофессиональный Некомпетентный ответ Да У него нет знаний Он некомпетентен По этому вопросу Но его Некомпетентен И мое Некомпетентен Это как говорили в Одессе Две большие разницы Изяна Даритова Сравна Поэтому Недостатки В том числе Грехи Великих людей Нужно рассматривать Как грехи Но только понимать Кто их совершает И не пытаться Опять же поставить Себя на их место И представить себе Что бы я бы Здесь нагрешил Кабы я бы был В их положении В чем здесь Был грех величия У них было стремление О котором мы даже Себе не представляем Я только что Объяснял Подробно Что Если яд И дешмая Всевышний помогает И за его помощью Нам Тому кто готов Не сдаваться Не поднимать белый флаг А бороться Против своих слабостей Всевышний ему помогает С другой стороны Очевидно Что награды Человека Который Не Пользуется Помощью Всевышнего Она намного выше Она намного больше Заслуга его Несравненная Сделать своими силами Или сделать С Божьей помощью Это вещи Несравнимые Известно Что в Вильнинских Гаон Как-то сказал Своему Ближайшему ученику Обихаемому Изволожен Что если Такое случится Если вдруг Ему Свыше Предложат Помощь В понимании Каких-то Трудных Мест в Талмуде Чтобы он Ни в коем случае На это не соглашался Агаон знал О чем он говорит Запротоколированные Что называется Случаи В которых Отдельные мудрецы Получали Эту помощь Свыше Достаточно Упомянуть Автора Шулхана Руха Раби Юсеф Керо Которого Был Аллахом Агиды И он Как настоящий Кодификатор Он После каждого Такого После каждой встречи С этим ангелом Он записывал Все что Тот ему говорит И в результате Он выпустил Книгу Целую книгу С указаниями Этого Этого ангела Были И другие Так вот Коон Предостерег Своего ученика Чтобы ни в коем случае Не соглашался На то Чтобы ему Раскрывали Какие-то Свыше Раскрывали Какие-то Непонятные Вторые места Только своим умом Только Своими силами Только Своими стараниями Что сумел понять Хоть немножко Понял сам А то Что тебе раскроют Того не стоит Это понимали Безусловно И люди Поколения Пустыни В особенности Вожди Они знали Что Наши Прадцы Были в состоянии Выдержать То что называется Медат Один Медат Один Это Атрибут Правосудия То есть Когда Человек Судится По Результатам Его деятельности Без Без Нисхождения Без Скидок На его слабость Что заслужил Что заслужил Дин От слова Дай Объясняет Винницкий Гаон Дай Хватит Стоп До сих пор Ими словами Что заработал То получил Что заслужил То имеешь А скидок На слабость Нет На это были Способны Прадцы Фрам Ицхак К этому Стремились Люди Того поколения Нам это Совершенно Непонятно Потому что Мы Настолько далеки От этого Нам Дай-то Бог Бы нам Удержаться И выдержать Хоть одно Испытание С Божьей помощью У нас вопрос Как бы не сдастся Как бы не поднять Белый флаг Еще до того Как борьба Начнется Очень часто Мы уже готовы Сдаваться Еще как только Почувствовали Какое-то влечение Уже все Мы уже Мы уже сдались Только если вот Запереться В четырех стенках Так чтобы никакого Соблазна не видеть Вот тогда еще Мы как-то Поэтому понять Что какие-то люди Стремятся Бороться Со своим Эго Со своими Слабостями Со своими Влечениями Только своими Силами Об этом Они мечтают Совершенно Непонятно У нас это далеко Но таковы были Эти люди Поэтому Они хотели Рассмотреть Вопрос Не вопрос Завоевания Страны Нет Вопрос Как они будут Жить потом В этой стране Смогут ли они Своими силами Своей силой Воли Удержаться В этой стране Не погрязнуть Материальные Жизни Не превратиться В предаток К плугу Остаться Духовными Людьми Которые Несмотря на Материальные Свои занятия Несмотря на Заботу О хлебе На сущном Будут По-прежнему Людьми Людьми Гней Тура То есть Людьми Торы Личностями Духовными Людьми Которые Могут жить Духовной Жизнью Вот что Они хотели Вы смотрите С этими Мыслями Они И шли В путь Рашик Говорит В тот Час Они были Еще достойными Почтенными Мужами Да Конечно Если Это Ими Руководило Если В этом Была Их Мысль Если В этом Было Их Стремление Служить Богу Своими Силами Не полагаясь На Его Помощь Конечно Это были Почтенные Люди Но Вместе С тем Был Здесь Злой Умысел Что Это За Злой Умысел К Этому Развышенному И чистому Желанию Примешивая Примешалось Немножко 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 Гордости И Высокомерия Мы Мы Хотим Достигнуть Самых Высших Ступеней Потому Что Это Мы Мы Это Можем Вот Это Разглядел Муж Это Было Трудно Разглядеть Потому Что Это Не Были Гордецы В Обычном Смысле Этого Слова Но Щепотку Гордости Он Углядел Поэтому И он Молится За своего Ученика Да Спасет Тебя Бог Он Называет Своего Ученика Уше Бену Называет Его Еошуа Что Означает Пусть Бог Спасет Тебя От Дурного Замысла Разведчиков Почему Только Спрашивают Все Комментаторы Почему Только За Еошуа Он Помолился А Почему За остальных А в Таргуме Написано Что Когда Он Увидел Скромность Еошуа То Поменял Ему Имя С Гошея На Еошуа Примы Словами Он Увидел Что Один Из Всей Этой Группы Людей У Него Нет Вот Этой Примеси Он Скромнейший Человек У Него Нет Этой Примеси Гордыни Щепотки Гордыни За Него Можно Молиться За Остальных И Он Помолится Остановить Их Уже Нельзя Они Идут С Этими Мыслями У них Есть План Действия У них Есть План Понимания У них Есть Угол Зрения Под Которым Они Будут Оценивать События И Так Они Пришли От Этого Избавился Только Еще Один Человек Калев Благодаря Тому Что Он Отправился На Могилы Пратцев И Это Уже Была Помощь Свыше Которая Помогла Ему Избавиться От Участия В Заговоре Ну Остальные Десять Под Тем Углом Зрения Которым Они Рассматривали Страну Они Увидели То Что Они Увидели Их Поразило Из Всего Того Что Рассказывается Напор Делается На Грандиозные Размеры Люди Великаны Исполины Города Не просто Укрепленные А Высотой До Небес Плоды Которые Они Должны Были Принести Грандиозные Они Должны Были Нести На Шестах Виноградную Гроздь Все Они Увидели Что Сила Материальной Природы Здесь Колоссальная Она Это Буйная Природа Это Не Состояние В котором Они Живут Сегодня В пустыне На Каменистом Полу Когда Пайка Манна Выпадает Кувшин Воды И Все Остальное Здесь Совсем Другое Здесь Богатство Здесь Соблазнов Масса Все Красивое Все Грандиозное Все Сильное Все Влечения Здесь Будут Работать Со Страшной Силой Кровь Кипеть Будет Против Этого Не Устоять По Своими Силами Не Смогут Не Может Если Бог Поможет Конечно Мне Это Цель Поэтому Они Пришли К Выводу Что Это Земля Пожирающая Живущих На Ней Иными Словами Если Они На Ней Поселятся Земля Со Своей Землистостью Своей Материальностью Нас Сожрет И переварит Что С них Останется Поэтому Вывод Их Был А что Вы Думали Если Не Пойти В Эту Страну То Что Возвращаться В Египет А там Кто Их ждет Нет Они Не думали Вращаться В Египет Это Народ Потом С их Слов Решил Назначим Вождя Вернемся В Египет Их Вывод Был Другой Нужно Оставаться В пустыне Выяснилось Что Войти В жизнь Материальную С ее Соблазнами С ее Возможности С ее Звеличив Мы Не сможем Не для нас Мы тут же Испортимся Мы Превратимся В такие Горы Мяса Вы Видели Мы не хотим Быть таким Мы хотим Быть Духовными Людьми И поскольку Мы хотим Быть Духовными Людьми Мы должны Вернуться В состояние Тепличное В пустыню Под облака Со своей Пайкой Манна Со своим Кувшином Воды Со своей Учебой Вот там Мы можем Просуществовать Как евреи Но не в этой Стране В этой Стране Как евреям Нам там Делать Нечего Вот с такими Выводами Они И вернулись В стан Евреев Так Объяснял Мой Учитель Дихоноли Враха Остав Жизнь Время Хочу Дать Еще Один Альтернативное Еще Одно Альтернативное Объяснение Все Этой Истории Совершенно Другое Может быть Нет смысла Он только Все Испортит Что же Получилось Из всего Этого Идем Дальше По тексту И подняла Все Община Плач И Залидали В голос И Проплакал Народ Всю Ту Ночь И Раптали Наму Шея Арон Все Сыновья Израиля И Сказала Им Все Община Лучше Нам Умереть В Египте Или В Этой Пустыне И Зачем Бог Ведет Нас В Эту Страну Чтобы Мы Пали Там От Меча Наши Жены И Дети Станут Добычей Уж Не Лучше 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 Египет У Разведчиков Не Было Такой Мысли Возвратиться В Египет Они Как Вожди Еврейского Народа Которые Думали О его Дуговном Уровне Думали Что Лучше Остаться В Пустыне Но Народ Понял Это Иначе У них Не Было Мысли О том Чтобы Оставаться В Пустыне Здесь Находимся В подвешенном Стоянии Временное Очевидно Значит Если Туда Невозможно И Они Убедили Разведчики Что Завоевать Ту Страну Невозможно Это Был их Злой Умысел Но Тогда Вывод Возвратиться В Египет И Они Сказали Друг Другу Назначим Вождя И Возвратимся В Египет И Пали Можей Арон Ниц Перед Собранием Общины Израиля А Юшу Абинун И Калев Бен И Фуней Которые Разведывали Землю Разорвали Свои Одежды Знак Максимального Траура И Сказали Все Общине Сынов Израиля Страна Которую Мы Прошли Чтобы Разведать Эта Страна Очень И Очень Хороша Если Угодны Богу Он Ведет Нас В эту Страну И Передаст Ее Нам Землю Текущую Молодым Молоком Медом На что Они Напирают На помощь Бога Своими Силами Нет Конечно С Божьей Помощью Почему бы Нет Только Не Восставайте Против Бога Не бойтесь Народа Той Страны Ведь Они Наш Хлеб Их Сень Отступила От Них И С нами Бог Не Бойтесь И Сказала Вся Община Собить Их Камнями Слава Божьей Велосипед Собрание Всем Сынам Израиля В этом Отрывке То что Непонятно Это Поведение Мушиарона Вместо Того Чтобы Активно Вмешаться То есть Происходит Спор Столкновение Между Десятью Разведчиками С одной Стороны И Йошо И Калев С другой А Мушиарон Они Жи Вожди Они Оказываются Пассивными Здесь Более Того Услышав Все Это Услышав Это Требование Вернуться В Египет Назначим Вождя И Вернемся В Египет И Пали Мушиарон Ниц Перед Всем Собранием Общины Израиля Это Как Понять Почему Они Вдруг Падают Ниц Объясняет Равирш И Пали Мушиарон Ниц Почему Потому что Когда народ Сказал Давайте Назначим Вождя То Тем Самым Народ Официально В такой Форме Известил Мушей Арона Что Больше Не будет Подчиняться Их Приказам Поэтому Мушей Арон Приняли Это сообщение Как Знак Окончания Своей Миссии Темя Темя Словами Отставка Они Боли Не Вожди Они Падают Ниц Перед Кем Написано Перед Всем Собранием Общины Что это Имеется Ввиду Веча Всенародная Нет Собрание Общины Это Совет Старейшин Иными Словами Власть Возвращается К Совету Старейшин Если до сих пор Управляли Еврейским Народом Мушей И Арон То теперь Поскольку Народ Вынес им Вот ум Недоверия И выразил Желание Назначить Других Вождей Объяснил Что им Подчиняться Больше Не будет Они Возвращают Власть Совету Старейшин Тем Самым Мушей Арон Показывали Что Руководство Народом Ныне Возвращается К Старейшину Поскольку Народ Отказался Подчиняться Им Уже И Арон Желали Продемонстрировать Что их Власть Закончилась И что Они Уже Больше Ничего Не могут Сделать Для Народа Вот Этот Критический Момент Народ Отказывается Идти В землю Израиля Отказывается Подчиняться Своим Вождям Стан Еврейского Народа Раздираем Здесь Спором Между Разведчиками С одной С одной Стороны И И Йошуа Воколеп С другой Вот это Вот та Самая Трагическая Ночь Которую Говорят Наши Мудрецы Это была Ночь Девятого Числа Месяца Ав Когда Пейтара Изгнание Из Испании Тарсараевского Убийства И ночью А днем Но до этого Всего еще Путь далек А мы здесь Остановимся Тарсараевского 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 Тарсараевского